МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дядя Биш? Это я. Я вижу. У нас просто гаражная вечеринка. Я ненадолго хотел взять. Я одолжил бы, но я вернул бы. Я это самое. Ну, это понятно. Ну, ты что, на одном аппарате будешь играть? Без колонок? В смысле? Это только сабвуфер. Сейчас объясню. Ты, схватив сабвуфер, забыл колонки, которые к нему идут. Это что? Да, они. И, соответственно, без них все это будет только бубнить, худеть, и никакого звука не будет. Самый большой, естественно, будет больше мощности давать, и больше баса. Средний, оптимальный вариант для небольших помещений, типа вашего гаража. И будет достаточно, чтобы раскачать его на полную катушку. Маленький, в принципе, тоже может у вас играть нормально. Но это больше универсальный вариант для квартиры, для маленького кафе или подзвучку домашнего кинотеатра или квадросистемы. Квадры чего? Это когда ты берешь компьютер и подключаешь два комплекта колонок к своей звуковой карте. И у тебя получаются передние с большим басом, задние с маленьким басом. Дядь Миша, а это вообще вот так, вот если брать дорого? Соотношение цена-качество у этих аппаратов самое оптимальное. То есть в районе 30 тысяч это практически каждый комплект. Большой чуть больше 30, маленький чуть меньше 30. Это самый главный фактор в соотношении цена-качество. То есть их надо сравнивать не с низшим уровнем, который выходит, а с высоким уровнем, с аппаратами, которые выпускаются в ценовой категории 60-70 тысяч. А что вот если подешевле взять, будет торкать? Вы в вашем гараже что будете делать? Любой из этих комплектов можно использовать не просто как стереосистему, а как еще комбоусилитель. Ты в один ход в левую, например, можешь подключить гитару, а вправо можешь подключить бас. И у тебя получается, что две гитары будут идти фактически из сабвуфера и двух сателлитов. Ой, дядь Миш, это что, тоже колонка? Нет, блин, клубы цветочные. Конечно, колонка, что, не видишь-то? Это стационарный напольный комплект, который подойдет как в школу, в актовый зал, так и на уличную площадку для, скажем, таких не очень мощных больших концертов. В среднюю статистическую машину это войдет вполне. Дядь Миш, что получается? Значит, тот вариант был только для дома, а этот вариант только для сцены. Есть еще третий вариант. Это активные акустические системы, которые сделаны из пластикового корпуса. Все погодные. Их можно использовать где угодно и как угодно. А что она так лежит? Так задумано? А этот вариант как бы еще плюс к ним, так как они могут использоваться как активные сценические мониторы. Типа себя слушать. Да, совершенно верно. Ладно, спасибо, дядь Миш. Я тогда пойду, да, я... Спасибо, дядь Миш. Не надо рвить. Спасибо, дядь Миш. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как же вы без света-то теперь? Сателлитами-то торговать будете? Понял, блин. Субтитры сделал DimaTorzok